В студии у нас Елена Поступая, врач-аллерголог-иммунолог поликлиники номер 3. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот она пришла, прекрасная пора, когда комары и мошка. Как-то пора прекрасная, но как-то с этим хочется управиться. Вот репелленты. Все-таки, наверное, начнем с того, что это за препараты. Не убивают ли они человека, убивая насекомых? У нас все может убить, все зависит от дозы. Поэтому всегда, выбирая репелленты, нужно учитывать те заболевания, которые есть. Нужно помнить, что площадь кожного покрова очень большая. И если мы сплошняком наносим на кожу и чаще, чем указано на упаковке, тот или иной репеллент, то есть возможность интоксикации, плохого самочувствия, головной боли, вплоть до рвоты. То есть проявление, отравление организма. Поэтому на средствах указывается всегда для нанесения на кожу действия препарата. И понимаешь, что количество мошки может быть большим. И действие препарата может быть короче, то есть то действие, которое мы хотим иметь, короче, чем указано, и идет бесконтрольное нанесение препаратов на кожу. Они всасываются. Поэтому может быть такой выраженный токсический эффект. Иногда, ну вот бывают спреи, да, мы их пшикаем, да, как мы говорим. Бывают, ну, мази, которые наносятся, кремы, да. Есть сейчас даже салфетки, есть даже, ну, сейчас удивительные всякие такие штучки. Конечно, есть фумигаторы, да, которые воздухом и дышим. Кто-то прям дымокур. У меня соседи во дворе прям ставят ведро с травой и жгут. Ну, ничего хорошего, честно говоря, от этого нет. Вот как подобрать вот с этой точки зрения? Ну, если мы говорим о людях, страдающих заболеваниями верхних, нижних дыхательных путей, то в этом случае выбирать аэрозоль не очень хорошо. Потому что вдыхаем. То есть и технология вообще нанесения аэрозоля. Мы должны сделать глубокий вдох, задержать дыхание, нанести, распылить этот аэрозоль, отойти немножко, чтобы облако, которое вокруг нас создается, немножко сместилось, и уже после этого сделать вдох. Технология сложноватая. Иначе будет попадание нанесенного вот этого облака аэрозоля в дыхательные пути вплоть до ларингоспазма, приступа удушья, бронхоспазма. Особенно это касается пациентов, страдающих бронхиальной астмой и хронической абструктивной болезнью легких. Поэтому для таких пациентов мы выбираем гелевые, мазевые формы, стикеры различные. Возможно использование браслетов, но здесь тоже есть свои опасности. То есть под браслетом, особенно если жарко, особенно если плотное примыкание, может быть контактный, контактно-аллергический дерматит. То же самое мы говорим о нанесении на кожу различных мазевых, гелевых форм, если пациенты страдают теми или иными кожными заболеваниями. То есть таким людям предпочтительно использовать репелленты, которые наносятся на одежду. Вообще это лучше всего. Иногда в быту спрашивают, в каком виде лучше заниматься огородными делами, купальники. Но по своему опыту скажу, что в купальнике некомфортно абсолютно заниматься. Мало того, что различные повреждения кожи, это и насекомые, и это и пот, и грязь, которая попадает на кожу. Поэтому должна быть чистая одежда для работы в саду. И нужно сказать, что эта одежда должна после каждой рабочей смены, то есть день отработал в саду, ее нужно обязательно постирать. Елена Геннадьевна, иногда мамы маленьких детей жалуются на то, что они говорят, что аллергия на мошку или на комаров, что ребенка не просто кусают, а он как будто бы весь в крапинку, весь в горошек, весь съеден. Вот почему такие вкусные маленькие дети? Или это правда такая реакция у детей? Ну, нужно понимать первое. Кожа детей, она очень тонкая. Если брать площадь, когда мошка кусает, и от ее укуса остается след, то соотношение площади этого следа, количество введенного токсина в кожу ребенка по отношению к общей площади кожи взрослого человека, конечно, то есть у ребенка реакция в этом случае будет более яркая, более продолжительная. Детки не контролируют, расчесывают, и поэтому, конечно, дети страдают больше. И нужно сказать, что когда идет массовый вылет мошки, а детки посещают дошкольные учреждения, то вместе с воспитателем можно принять решение о нахождении. Если вот вышел, и она облепляет, ну зачем такое гуляние? Лучше заниматься развивающими играми, с кондиционером этот период не настолько продолжительный, поэтому для комфорта детей лучше все-таки ограничить пребывание в местах, где возможно такое массовое нападение насекомых. У нас есть вопросы от зрителей, давайте их послушаем и на них ответим. Я боюсь использовать химические препараты для отпугивания насекомых для ребенка. Подскажите, какие народные средства я могу использовать? Конечно. Берем сначала демокур. Ну, вроде бы действенно, но мы знаем, что вдыхание аэрополитантов не очень хорошо действует на дыхательные пути и может с течением жизни формировать хроническую обструктивную болезнь легких. Поэтому лучше это не использовать. Раз. У нас есть ромашка, но не та садовая красота с белыми лепестками, а ромашка, которая называется перетром. А, перетром. Перетром. То есть тоже мы можем ее использовать, сделать отвар и наносить на кожу детей в том числе. Можно использовать ванилин. Но вот эти способы, что-то там, хозяйственное мыло, для детей это не подходит, идет раздражение кожи, это нехорошо. Это адекватная одежда, и на одежду можно нанести мазевые формы, тогда это будет отпугивать и рационально подойти все-таки к продолжительности прогулок. И необходимости их. И необходимости, да. Смотрим следующий вопрос. Скажите, если на упаковке средства от насекомых написано гипоаллергенные, что это значит? Это значит, что другие средства могут вызвать аллергию? И почему все не могут быть против аллергии? Любые средства при нанесении на кожу или при распылении могут вызвать те или иные реакции. Нужно внимательно читать упаковку, наносить нужное количество, кратность нанесения, объем нанесения, и кожа должна быть неповрежденной. Абсолютно безопасных средств не существует. Да, это важно. И у нас есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а может ли быть аллергия на укусы мошки? И если аллергия появилась, то что делать в этом случае? Да, или если сильно покусали. Здесь нужно разделить две вещи. Это объем и количество укусов насекомых. Здесь идет токсико-аллергическая реакция за счет работы токсина. В этом случае мы должны все-таки обратиться к специалисту, это может быть и терапевт, для оккупирования этой реакции. Ну и в завершении мы напомним вам основное правило, как пользоваться репеллентами. Чтобы избежать нежелательной реакции, опробуйте средство на небольшом участке кожи. Не втирайте крем, просто нанесите на кожу легкими движениями. Избегайте области глаз, рта и носа. Не наносите средство на поврежденные участки кожи. Для детей используйте только специальное средство. Не наносите репеллент на руки ребенка, так как он может потянуть их в рот и отравиться. После прихода домой смойте средство водой с мылом. Оставаться на коже долго оно не должно. На одежде репеллент продолжает быть активным до 1-2 недель. При намокании активность снижается, при стирке завершается. Ну и я напомню, что в студии у нас была Елена Поступаева, врач-аллерголог-иммунолог поликлиники номер 3.